Украинские военные предупреждают об очередных ракетных атаках со стороны России. Тем временем в Москве заявили, что хотят разобрать Украину по кирпичикам. В эфире Нехта самые важные и интересные новости к этому часу. Украина переживает критический момент. Внезапное заявление госсекретаря США на встрече с министром Франции. Кремль жаждет крови. Путин предупредил террористов ИГИЛ о подготовке Москвой ответных терактов. Шойгу в прямом эфире рассказал о новых точках дислокации российских войск в зоне досягаемости украинских ракет. Отмечу, что на новых объектах значительно улучшены оснащенности условия для размещения работы личного состава. Привет, друзья! Нам крайне важна активность и интерес каждого из вас. Оставьте свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. Все эти несложные действия помогают нашим видео оставаться в тренде. А вы и сотни тысяч других пользователей всегда будете в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Обещая добраться до каждого и применить оружие, Путин угрожает ИГИЛ терактами в ответ на события в Крокус-Сити-Холле. А я напомню, именно ИГИЛовцы взяли на себя ответственность за расстрел зрителей. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных венефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберемся. И вот что в этой связи хотел бы сказать. Те, кто применяют это оружие, это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня уже. Должны понимать, что оно обоюдно острое, это оружие. Тем временем подчиненная Путина, ручная пропагандистка Симоньян отбилась от линии партии и оправдывает пытки в отношении таджиков, которых подозревают в теракте. Она считает, что без суда и следствия можно отрезать задержанным что угодно, а силовиков при этом поощрить. Мы очень надеемся, что этому парню, который не сдержался и отрезал это ухо, ничего за это не будет. Вот, знаете, со всем своим гуманизмом, который, правда, не распространяется, как мы только что выяснили, на ухо. Вот со всем своим гуманизмом я считаю, что эти люди должны жить в аду. Все оставшиеся годы, которые им остались, они должны каждый день переживать этот ад. И нужно принимать не закон о смертной казни, а нужно принимать закон об особых условиях пожизненного заключения вот для таких упырей. Удивительно, но, судя по словам Путина, под описание заказчиков и организаторов точно подпадает сама Симоньян, так как хорошо исполняет цели по расколу России. Недопустимо, хочу это подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее. Собственно, это и была главная цель террористов и их заказчиков, прежде всего, посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри. Это их главная задача. Пострадавшие в результате теракта требуют от следкома РФ возбудить уголовное дело против владельцев концертного зала, в частности, друга Путина, Араза Агаларова. В концертном зале, по словам свидетелей, не работала система дымоудаления, были закрыты эвакуационные выходы, а занавес, сцены и другие ткани в зале моментально загорелись, хотя должны были быть огнеустойчивыми. Пока же задерживают не российских олигархов. Чистки в Таджикистане. Телеграм-канал Мэш сообщает, что там арестованы уже 20 человек. Та операция, которая сейчас называется антимигрант, это уже само название очень оскорбительное. Раньше такие операции назывались или антитеррор, или нелегал, или как-то по-другому. Но здесь даже речь не идет, что операция проводится против нелегальных мигрантов. Оно вообще называется антимигрант. То есть под категорию нежелательных или подозреваемых попадают в основном все мигранты, но в основном таджики на фоне последних событий, где якобы таджики участвовали в этом теракте, давление на таджику будет расти, потому что российская власть будет еще дальше закручивать гайки, тем самым они хотят успокоить своего электората, который в основном, я имею в виду, электорат нынешних российских властей в основном состоят из людей, которые склонны к различным ксенофобским взглядам. И это в основном ультраправие или националистическое настроение электорат. Кремль хочет нового витка в отношениях с талибами. Для Москвы радикальное исламистское движение «Талибан» вскоре может стать совсем не террористической организацией. Вопрос об исключении «Талибана» из списка террористов уже даже прорабатывается, говорят в Москве. Здесь хочется вспомнить пословицу «С кем поведешься, от того и наберешься». Однако в нынешнее время московский режим может дать еще и мастер-класс по террористической деятельности и даже «Талибану». Стоит отметить, что между РФ и «Талибами» были теплые дружеские отношения очень много лет. Песков считает, что с соседями надо дружить и дальше. Дело в том, что это де-факто страна, которая находится рядом с нами. Так или иначе, мы общаемся с ними, нам нужно решать насущные вопросы. Это тоже требует диалога. Фактически, как и все, мы с ними общаемся, и они являются де-факто властью в Афганистане. Окупанты увеличили количество штурмов на юге Украины. В Генштабе ВСУ говорят о непростой ситуации в Запорожской и Херсонской областях. Например, на Ореховском направлении российские войска совершили четыре штурма. По два в районах Малой Токмачки и Старомайорского, а на Левобережье Днепра в Херсонской области еще четыре штурма. ВСУ уверяют, что эти атаки были отбиты. В целом же, на оккупированных территориях появились новые цели для украинских сил обороны. Шойгу в прямом эфире сам решил рассказать, куда и по каким объектам Киеву можно бить дальнобойными ракетами. Оказывается, в Луганской и Донецкой областях уже построено два полигона для оккупантов, и еще пять будут достроены к концу этого года. И, судя по поведению Шойгу и его оправданиям, на убой таки будут отправлены призывники. 150 тысяч, согласно указам Путина. Отмечу, что на новых объектах значительно улучшены оснащенности условия для размещения работы личного состава. Во всех регионах страны сформировано 2646 призывных комиссий. В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 тысяч человек. Большинство из них получат военно-учебную специальность в учебных соединениях и воинских частях, и только после этого отправятся к местам службы. Судить или не судить Путина? Вопрос создания специального трибунала по преступлениям, агрессии России остается нерешенным. Об этом говорят в Украинском министерстве иностранных дел. Тем не менее, отказываться от планов наказать военного преступника из Кремля и его пособников в Киеве не отказываются. Группа прокуроров работает над сбором доказательств российских преступлений. Дискуссия надзвучайно важна. Это единственное вопрос, где нет какого-то практического прогресса, а продолжается дискуссия о параметрах трибунала. В всех других вопросах мы перешли уже в практические фазы. Критический момент переживает Украина, и сейчас ей крайне важна помощь союзников. Оценку событиям на украинской линии фронта дал госсекретарь США Энтони Блинкен. Запрос на дополнительный бюджет, с которым президент Байден обращался к Конгрессу США, должен быть выполнен как можно быстрее. Он нужен уже сейчас, он нужен срочно. Во Франции Блинкен побывал на заводе, где выпускают гаубицы «Цезарь», которые впоследствии получает Киев. Говорил, что Украине сейчас нужны три вещи. Это средства от Конгресса, ПВО для защиты от российских атак и артиллерийские снаряды. Министр обороны Франции напомнил, что вскоре Париж поставит Украине 78 таких гаубиц. Также страна уделяет внимание поставкам и изготовлению боеприпасов для Украины. Мы продолжим поставки боеприпасов. Это ключевой вопрос. Но сейчас мы занимаемся еще одним вопросом и хотим получить доступ к запасам пороха. Это важно для собственного производства. В целом же, исходя из тех событий, которые произошли в последние годы, мы делаем оперативные выводы. Это очевидно. И сейчас с уверенностью можно сказать, что мы не остановимся и будем продолжать делать свою работу. Киев нашел альтернативу западным санкциям против России. Хорошим ударом по кошельку Москвы стали удары дронами по российским НПЗ и энергообъектам. Нефтегазовая отрасль, которая является крупнейшим источником дохода для военной экономики Кремля, несет значительные потери. Об этом пишет CNN. И именно поэтому аналитики считают, что БПЛА, которые поражают НПЗ, лучше санкций. Однако, несмотря на эти потери, в США все же настаивают и отговаривают Киев от таких атак дронами Камикадзе, сообщают авторы издания со ссылкой на свои источники. Якобы из-за проблем на российских нефтезаводах может произойти энергетический кризис в мире. Мы опять-таки не знаем, сколько долго будут ремонтироваться эти НПЗ. Это же каждый раз надо смотреть, это же каждый раз ситуация другая. Чье оборудование, откуда можно ли его починить, быстро ли починить, сложно ли, есть ли вообще замена. На некоторых НПЗ, насколько я так знаю, стоят импортные агрегаты. Их так быстро, знаете, не привезешь к рюкзачке. За спиной это не чипы для ракет, не привезешь. Значит, еще и установить, смонтировать, запустить, чтобы все нормально. Поэтому вот, возможно, довольно длительная проблема с топливом. Ну, посмотрим, чем это обернется с пассивной. Если плохо будет, то осенью в России могут знать нехорошее. Проблема педажа на рынке продовольственных продуктов. Такие истории тоже возьмут. Продолжение следует... Продолжение следует... На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от НЕКТа ищите в Телеграм-каналах или на платформе ИКС. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова